Привет, вы снова слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю играть за Корею на последнем уровне сложности Божество в дополнение Сидмерс Цивилизейшн 6 Rise and Fall. Уже пятая серия, меня ещё не вынесли, и в принципе, по-моему, ну так, я не скажу, что тут всё хорошо, прям я правильно всё делаю. Во-первых, мне вот не нравится вот эта моя территория, такая территория, что мне приходится города очень странно ставить. Во-первых. Во-вторых, я поначалу ещё не разобрался с моим вот этим уникальным районом. Я вот сейчас почитал комментарии к первой серии, только вот сейчас, к пятой, она наконец опубликована, и там пошли первые комментарии. И там совершенно правильно пишут, что кайф района в том, что он, во-первых, просто сам по себе 4 науки даёт, да, то есть не надо ставить рядом с центром, вот этот район неправильно я поставил. А во-вторых, рядом с ним надо делать шахты и фермы. Тогда эти шахты и фермы будут дополнительные бонусы давать. В данном случае ферма – дополнительную еду, а шахта – дополнительную науку. Так что, по идее, эти районы надо, вот я сказал, на ненужные клетки типа ставить. Я бы теперь поправил. На ненужные клетки, которые окружены либо холмами, либо равнинами. И вокруг этого савона строить кучу всяких. То есть вот это тоже неправильное расположение. Я его к горе бахнул по привычке, как научный район. Здесь надо было бы, наверное, может быть, здесь поставить. Потому что тут, видите, две шахты бы тогда работало. Хотя тут тоже две шахты будут рядом с ним работать. Ну, тут вообще такое место сложно понять, куда мне ставить. Ну, может быть, сюда можно было, чтобы вот здесь ещё шахты построить. Но проблема, что в начале, видите, у нас сейчас проблема с деньгами в этом дополнении. Потому что все торговые пути сейчас добавляются не просто после коммерческого района, а после рынка. И с деньгами всё не очень хорошо. Ладно, давайте... Так, данное шотландское было выполнено. Давайте, во-первых, глянем, может он дружбу хочет объявить. Нет. Хочу попробовать союз заключить с кем-нибудь. Я открыл... Нет, или я ещё не открыл союзы? Странно, я открыл союзы. Видимо, ещё Тамара не открыла союзы. Хотя уже все впереди... А, нет, госслужба. Население... Так, стоянок. Я открою госслужбу через два хода. Потому что у меня город до десяти вырастет. Тогда я получу госслужбу. Окей. Подождём. Так, терракотовую армию кто-то построил. Вообще, мне надо бы, конечно, армии строить по-хорошему. Так, в чхун-чхун перекину. Надо. Значит, у меня уже пять городов. Я считаю, что я ещё медленно города ставлю. Надо тут город поставить и захватить Кабул. Тогда у меня полностью будет империя в таком виде, как я хочу. Точнее, я хочу, чтобы вот этого... Вот этого терра инкогнито не было. Ну, так можно сгенерировать карту, где огромная территория просто недоступна для входа. Ну, такой дебилизм. Так тупо. Так, военный лагерь. Центр коммерции. Я, по-моему, тут взял строительство юнитов. Да, надо бы, значит, поднастроить арбалетчиков. Потому что я тут Вильнюс радостно уничтожил всё. Тут город тоже растёт. Тут растёт. Тут растёт. Тут растёт. И тут растёт. Отлично. Ну. Поехали дальше. Так. Мне бы в нормальный век выйти, или я уже вышел? 46, не, 54. Ещё надо 8, 9 очков набрать. Ну, правда, до возрождения ещё далеко. Сейчас мы в Средневековье, все. Ни одного чуда не построил. Ну, опять же, повторю, для божества это нормально. Вас компьютер будет эффективно отходить. Ну, это что такое? Первый центр. Бонус за соседство, который даёт плюс 4 золота или выше. Вот видите, надо... Вообще, на самом деле, хотелось бы таблицу какую-то иметь, чтобы понимать, за что вот эти очки к счёту эпохи будут даваться. Вот видите, район, у которого бонус за соседство плюс 4. Очень нехилые бонусы получает. За этим надо будет следить. Интересно, строительство чуда, наверное, тоже бонусы даёт. Так, рынок надо... Нужны, нужны... Библиотеку или рынок? Давайте тут библиотеку. Тут библиотеку, потому что это тоже мне даст вот эффекты эпохи. Бонус устремления. Значит, dedication это устремление будет. Бонус устремления. Переводится dedication как устремление. Озарение прибавляет плюс 1 очко к счёту и плюс 1 очко к счёту за каждое построенное здание науки. Так, что у нас с великими учёными? 250 науки за каждую соседнюю клетку с горами. У меня тут есть неплохие места для... Раз, два, три, четыре, пять. Вот, например, место. Ну, это 250 на стандартной скорости. То есть, по идее, мне должны 125 дать. Раз, два, три, четыре, пять клеток с горами. Это будет... 725, да? Науки. Очень-очень неплохой. А вот ещё место. Раз, два, три. Ну, тут больше пяти не может быть, в принципе. Потому что если 6, это просто окружён. Так что это неплохой учёный. Его, конечно, стоит попытаться. Так, сейчас следующим ходом я должен открыть союзы. Должен открыть союзы и... Попробовать... Я бы, наверное, с Грузией попробовал, потому что она выглядит довольно сильно. И ещё я не нашёл троих участников, а именно... Так, кого я не нашёл. С тремя и более повышениями. Нет, ничего я пока не буду... Ну, давайте я гляну, что вот у меня идёт. Вообще, производство плюс два золота. Вот, посла надо поменять, блин. Плюс 50 производства. Остальное я пока оставляю. Население одного из городов достигло 10 жителей. Тоже дают плюс. Так, что у нас в Грузии? Ну, вы знаете, наверное, за счёт того, что я Корея, но обычно на этом этапе за божество намного дальше отстаёшь. Ну, по количеству науки вход. Я не смотрю на технологии. По количеству науки вход. А так 72. Только вот мне, честно, не понятно. Если я ещё шумер, могу понять, откуда он получает столько науки, своими зекуратами? Хотя он построил всего два кампуса. Вот остальные откуда столько берут? Вот у Грузии военная мощь. То есть вот, если я заключу союз с Грузией, вряд ли кто-нибудь на меня нападёт. А вот... Какой союз? Видите, тут можно выбирать. Надо нажимать на союз. Так, научный. Ну, культурный мне точно не нужен. Экономический. Военный. Религиозный. Хотя, с другой стороны, я могу таким культурным союзом... Как мне всё-таки нравится здесь на фоне грузинская музыка, не знаю. Знаете, почему? Я думаю, из-за того, что вот она именно такая национальная. Вот если для остальных наций там что-то как бы придумывают, типа сделанная под... Под нацию. То здесь конкретно вот эти... Хор грузинской очень прикольно звучит. Так, я думаю... Вот я думаю, может быть, культурный... Ну, видите, это всё работает только от торговых путей. То есть мне надо будет в Грузию отправлять торговые пути. Может, всё-таки военный союз взять, но тогда... Давайте возьму военный. Я пока точно в Грузию не буду. И она хочет два денег и три золота в ход. Я принимаю эту сделку. Я хочу с Грузией иметь союз. Так, а могу ли я теперь... Да, могу и с этим вот. К этому можно будет караваны... Посылать. Так, какой теперь союз? Научный. Давайте попробую культурный. Два золота в ход. Ну, почему нет? Почему нет? С Гелегамешем что? С Гелегамешем давайте... Ага, видите, уже заключённый союз. То есть культурный и военный уже заключён с другими. Поэтому его нельзя. То есть тип союза... То есть получается, вообще, вы, в принципе, можете только пять союзов заключить. И только одного типа. Ну, это, кстати, правильно. Это логично. Давайте экономический сделаем. И он с радостью на это соглашается. Ну, отлично. Три союза. Теперь я себя чувствую намного увереннее. Вряд ли теперь... Шотландцу стоит, наверное, нападать. Потому что явно где-то... Тамара там рядом с ним находится. У него сам... У него самые большие войска. 1261. А что этот Гелегамеш так слабенько как-то идёт? Так, ну ещё пять очков эры. И всё будет зашибись. Так, надо будет уже начинать отправлять города. Причём... Из Кёнджу. Караваны на науку в Индию. Кабул вынужден объявить войну Индии. Кабул стал союзником Золусов. То, кстати, надо бы смотреть, чтобы там Золус не выносил Индуса. В средневековье 10 садов закончится. И я вышел в Возрождение. Ну и во многом из-за меня, кстати, заканчивается. Потому что я быстро тоже иду по науке. Меня поражает, как утониток. Кстати, а что... Что это за значок? То есть это Золотой век. Это нормальный. Но это... Неужели это Тёмные века? А Тёмные века по-другому выглядит. Тёмные века такой... Вот так, полумесяца. Что это за значок у Индуса? Непонятно. Непонятно. Так, мы ещё не встретили Нидерланды. Мы не встретили... Монголов. И... И... И кого-то ещё. Так. Рынок завершён. Начинаем. Торговцев. Строить. Тут торговец. Не-не-не. Какая война. Ещё. Надо идти туда. Бежать. Искать оставшиеся три нации. Так, средневековые ярмарки пока отложим. Постройте военный лагерь. Создайте религию. Давайте в наёмников пока пойдём. Торговая конфедерация. Торговая конфедерация. Торговая конфедерация. Культура от... Вот. Скучка на улучшение юнитов. Мне бы, конечно, 8 наземных боевых юнитов создать. Давайте ещё. Не, давайте торговцы. Надо... везде их добить. Нет, давайте лучше здесь всё-таки арбалетчика, а торговца в этом городе. Дальше открываем... Так, порох у меня вроде есть. Банковское дело. Ну, я бы, конечно, вообще в химию пошёл. Вот прям вот так. Давайте смотреть, что нам надо открыть для химии. Стремя. Банковское дело. Для этого гильдии. Ну, я гильдии, по-моему, открыл же. Нет, я в них иду. Тогда давайте гильдии откроем сначала. А потом наёмников. Так, ну как раз будет... Стремя два хода. Да, как раз через пять ходов я ускорю банковское дело. Потом научная теория. Откроете институт просвещения. Ну, просвещение тут далеко. К сожалению. Канализация двора на три года. Тоже я не смогу сделать. И нужен... О, химия теперь ускоряется союзом второго уровня. Прикольно. А раньше, чем ускорялось... Я вот не... По-моему, должен был университет рядом с горой, по-моему, был построен. Так, а колониализм я чем ускорил? Исследовав астрономию. Угу. Ну окей. Лояльность у меня везде повышена. У соседей то же самое. Ну вот, кстати, у Лунди падает. Нет, это падает православие. А лояльность повышается. Вообще не вижу, чтобы где-нибудь тут были проблемы с лояльностью. Ну и, наконец, давайте армию посмотрим. Зулусы 389. Блин, инду... Сейчас еще индусы зулусов вынесут. Ну вот видите, убернация зулусы просто только из-за того, что она в руках компьютера ничего сделать не может. И сколько там у шотландцев городов, интересно. О, осуждает меня Рим. Нехорошо. Ну да, слишком маленькая территория. Он любит нации с большим количеством. Блин. Варвар тут пришел. Войны Сайрос захватили. Только я туда посла отправил. Гильгамеш, кстати, захватил. Так, блин, как бы мне в темные века не свалиться. Мне надо 4 очка. Вообще, я еще получаю очки за вдохновение. За озарение, точнее. Что я могу тут? Город на побережье. Две галеры. Два морских ресурсов. Это я ничего не могу сделать. Оружейную не могу. Вот гильдии я открою. Лесопилку надо построить. Гильдии. И два арбалетчика. Кстати, два арбалетчика я могу пить прямо сейчас. Так, давайте поведем юнит в чхон чхону. Так, а как вообще прокачиваются эти союзы? Мне вот интересно. Ага, очки союза. Два плюс один до сорокового. Вот мне кажется... То есть 40 очков. То есть 40 ходов должен быть, да? Истекая через 18 ходов. Вот это явно не скалировано по скорости игры. То есть это явно должно быть 20 очков здесь. Потому что он... Союз длится 20 ходов. Значит, через 20 ходов, соответственно, если вы увеличиваете, у вас будет уже второго уровня. Но... Какая проблема у Феракси скалировать все по скоростям игры, мне непонятно. Сие науки неведомо. Так, давайте я, наверное, куплю здесь рабочего, обработаю... Как раз лесопилку здесь построю. 160 стоит. У меня сейчас пойдут еще два каравана. Я думаю... Один из Кенчжу я, наверное, отправлю к Индусу на науку. И еще один из Кенчжу отправлю к... к Гелегамешу на деньги. Потому что у меня там экономический союз. Айс Кенчжу потому что тут сидит Чака опять мир заключил с Индусом. Блин, надо посмотреть сколько у кого городов. Караван камней из Кабула. Некоторые инвенции были так простыми как стироп. Но некоторые... Так. Ну, у меня вот сейчас будет сейчас будет губернатора после открытия гильдии я его чихон-чихон посажу. Чихон-чихон. Мне только это анекдот. Когда в военкомате спрашивают фамилия, чья, имя, чье, чья-чье, китайцы что ли? Это чихон-чихон. Чихон-чихон, чья-чье. Так, значит, вот у меня караванчик. А, нет, у меня культурный. У меня не научный, у меня аж культурный там. Ну, давайте в Патну отправим. Тем более, я еще хочу поселенца сюда привезти, поставить город. так, построю арбалетчика. И, надо не забыть глянуть количество городов сейчас у соперников. Так, у Кри раз, два, три, семь городов. У Мапуча семь городов. У шотландца вообще должен быть немерен. Нет, семь городов. У Грузии семь городов. Ну, походу, вот, у Зулуса пять. Наверное, у Индуса тоже. Вот, как-то, нас как-то кинуло, вот, нас троих не очень плотненько. У Рима семь городов. Ну, в общем, я так скажу, стандарт такой надо семь городов иметь. Хотя, у Гильгамеша шесть. Странно, а почему у него шесть показывает, если он еще Буэнос-Айрес только что захватил? Так, и что у нас по городам? Что у нас с ростом? Шесть, два, так, восемь, два. Окей. Вообще, надо строителей еще, конечно. Надо поднастроить арбалетов, а потом поменять карточку на строителей. Ну, тут следующим ходом надо на производство поменять. Ой, здесь уже недовольство вникло. Тут сокращено строительство жилья. Блин, 51 очко. Что-то меня волнует, что я сейчас в темные века свалюсь вообще нафиг. цивилизация Индия управляет посла в Ханде, но это город-государство. Семь ходов. О, я еще какое-то очко получил. Так. Ну, три очка за семь ходов по идее должен набить. Вот, Карфаген захвачен. чё, у нас вроде хорошие... А, нет, уже плохие. А неприязнь у нас, видимо, из-за того, что я там в союзе с Гильгамешем, я так думаю. дружба с врагом союзник с врагом. Это минус 12. Не любит цивилизации с низким... А ты офигевший полностью, блин, какой у меня низкий уровень науки, чувак. Я отстойте на три техи всего лишь. Мудилы, блин, из Нижнего Тагила. Так, на золото в поленке круче всего. Я, наверное, в Брюссель отправлю. Я, наверное, из Кенчжу хочу отправить в Брюссель. Так. Апостолы... Ну, похоже, кстати, цвет на ацтеков только ацтеков вот это не такого какого-то не сиреневого цвета, а красного. А фон такой же вот голубоватый. Так, библиотека завершена. Бар, водяная мельница, рынок. Рынок и на производство. Всё. Пять ходов. Здесь торговец завершён. И мы строим савон. Да, тут надо. карфаген захвачен был. Карфаген захвачен был. к веку к нормальному. О, у меня уже что-то тырят, блин. Уже у камняшпионов посадили. Ну, средневековые стены Грузия строит, потому что это у неё уникальное здание. Да, достижения мне с трудом даются. Этот класс. Чувак получил 600 золота и плюс два ещё золота заход из городов и государства. Ну, вот это вот чрезвычайные ситуации. Чака слился, не захотел участвовать. Литьё ускорили. Литьё ускорили благодаря тому, что у нас два арбалета. Буду тут стоять. Я сюда город хочу поставить в будущем. и вообще давайте сходим посмотрим, что тут у Кабула. А Кабул я хочу захватить. Так, это отправлю. Видите, здесь в Брюссель 12 золота, а не 9. Средневековые ярмарки ускорили за счёт четырёх торговых путей. Так, гильдии откроем. Давайте гильдии, а потом средневековые ярмарки тогда. где ж территория Грузии? пока тут постою. Арбалетчик. Сколько у нас юнитов? Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. давайте ещё одного арбалетчика. Я думаю, 8 день. По-моему, скаут тоже считается заединить. Ну, сейчас увидим. Тут арбалетчик завершён. Ай, блин, промышленная зона. Проблема в том, что вот тут, конечно, плюс 3, но если я его тут поставлю, то минус 1 к науке получит савон. 3, 4, 5, а, он ещё не дотягивается до Кабула таким образом. Вот это, конечно, моё расположение, вот это вот горы, так тупо у меня промышленные зоны получается будут фигово влиять, ну, то есть на мало городов. Раз, два, три, четыре, да, вот тут надо ставить, похоже, промышленную зону. Так, тут тоже центр коммерции завершён. О, Кри, блин, Кри ко мне посадил шпиона, вот мне нефиг делать. Странное такое решение. Какое ещё чудо построили? Колосс. Ещё средневековые стены в Цхуме. Цхуме, оказывается, Цхуме правильно называется. Индия исповедует индуизм. Большинство городов Индии, спойду. Вот это интересное уточнение. Бонусы от соседства центра коммерции. Пока ничего не буду менять. пока нибудь. Так, губернатора нанимаем. Ну, Виктора найму. Хотя он, конечно, лучше бы в тот город рядом с Зулусом и... Кардинал вообще бесполезный. Но, опять же, у меня плюс 10% бонуса к моим городам, если их нанимать. Может, прокачать кого-нибудь лучше пока? Ну, вот этого пока рано прокачивать. Город быстрее получает бонусы от соседства центра коммерции и гавани. Плюс 3 золота в заход на каждый иностранный торговый путь, проходящий через этот город. Так, ладно, тут представитель зданий центра города и площади правительства, но это вот для центра, для столицы, конечно. Где у меня кто сидит? Магнус тут сидит. Да, тут, конечно, надо думать о том, куда, где и как располагать ваших губернаторов лучше. 20% прироста в городе. Ну, ладно, найму пока Виктора, хотя логистика избытков мне тоже нравится. И вот тут я явно в этом городе буду строить промышленную зону, чтобы она на Сеул и чхон-чхон влияла. Так что, давайте, наверное, я тут прокачаю Магнуса пока на еду. чтобы он рос быстрее. строителей строителей надо построить на самом деле. Куча где? Много где? Тут уже конец. Блин, а где же Грузия когда? тут Брюссель 12 давайте в Брюссель отправлю. Так, тут постою, надо посмотреть или подойти ближе. что только было за армия. то есть, мечники это нормально. Ну, что, 54, в общем, у меня одно очко осталось. Так что, я думаю, я все-таки в нормальный век. блин, если так будет продолжаться, то следующий век точно будет темным. А эти там, небось, эти читеры компьютерные очки наваливают. Блин, он все залазил. Одно и то же мне говорит. Зулус мне постоянно одно и то же говорит. Плохие отношения с Кри, Римом и Зулусом. Да, давайте. Основы посольства. Дорогой Гильгамеш. Пирожочек наш. Пирожочек очень honest людей, которые не думают, что они уходили. unless they have cheated a merchant. Два к жилью. Ну, тут я поменяю производство арбалетов на новые строители получают действия и надо сейчас строителей построить. Вот, видите, ускорил наемников. Отлично. Отлично. Дальше открываем антипломатическую службу, конечно, неплохо было бы, но сначала я хочу наемников открыть, чтобы ускорить. Хотя мне всего два лучника. Стоит ли ради двух лучников? Оно вообще стоит. Стоит. Надо все проапгрейдить. Так, еще один. Вот теперь мы возьмем губернатора Виктора, но пока я его не буду назначать, потому что он тут пять ходов бегает, потом мне надо тут город поставить. назначать его пока никогда не буду, но я его взял. Арбалет. Может уже попробовать на каблу напасть. Давайте строители, а потом поселенцы. Мастерская. Давайте строители. Вот здесь я строителя куплю. Надо ускорить, надо построить лесопилку. Последнее ускорение получу и буду спокойно в нормальном веке жить. Так, савон завершен. библиотечка, промышленная зона. Давайте библиотеку. Что у нас с ростом? Тут растут мои города. Тут растет. Здесь уже некуда расти. Здесь мало растет, ну тут конечно надо построить и пастбище построить и вот эти клетки желательно выкупить вокруг савона. Вот эти два города у меня конечно без строителей слабо развиваются. Еще одно чудо. Паундмейкер, касса контратосьон. Контратосьон. Где же ребята, они явно, ну кого я еще не встретил, вот явно где-то с этой стороны от шумера. Средневековье через три ходы. Ну я тут сейчас построю лесопилку и у меня все ускорится. отправим в хатусу. И я получаю бонусы. Ага, посмотрите, еще изменились, теперь бонусы даются не от района, а на этом уровне от библиотеки, а на этом уровне от университета. Соответственно, здесь, видимо, от амфитеатра и от археологического музея. Вот это правильное изменение баланса, очень правильное. А то раньше было все копят шесть послов, ищут торговую ГГшку, строят коммерческие районы, просто коммерческие районы, посылают послов, и у вас куча золота. Теперь все намного правда, почему для этого практически полтора года надо выпуск дополнения, мне не очень понятно, но хотя бы так. Так, поселенец. Приходы. Приходы. Гипсом надо с кем-нибудь поторговать еще еще одно чудо. Они там вообще анкарват. Они там в чудеса ломанулись всей толпой. Так, а где мне в чихонь-чихоне строить салон? Получается, у меня только тут место и тут придется. натурально, убивать. Как почему мужчины должны идти на тренинг, научиться? Так, я пока не буду менять политический курс. Все, что надо. Так. ой, кажется, крашнулось. Краш в дополнении произошел. Хорошо, есть автосейлы каждый ход. Так что неприятность эту мы переживем. Ускорили массовое производство и теперь я уже слава богу точно буду в обычном веке. Отлично. до золотого я точно не дотяну. Так, вот мой ученый 250 науки. И идем его здесь взрывать. Сжигать. Сжечь ученого. Кстати, кто он? Галилео Галилео. Его, как и хотели сжечь, но он отбрехался и выжил. Так, откуда у нас этот варвар приходил? Ну, тут раньше был лагерь, видимо, варвар он его убил, а лучник еще оставался. Ну, вот как вот нельзя вот сюда пройти, да? Смотрите, реки текут. По идее, юниты должны мочь сюда проходить, но не в шестой циве. Рейки текут, но попасть на эту территорию невозможно. Делай, что хочешь. Класс. Эх, блин. Так, куда мы посла отправим? Вавилон дает науку за шедевры и артефакты, Хатуса дает одну единицу каждого стратегических ресурсов, которые вами открыты, но вам не принадлежат. О, это прикольно. Это прикольно. Тут, правда, восемь надо этих, блин. Ну, в любом случае, мне надо в научные отправлять. Давайте пока в Хатусу отправим. Торговый путь она хочет и он хочет всадников. Ну, торговый путь я не могу в Хатусу отправить, просто потому, что она очень далеко. У меня просто не достают туда караваны. Так, здесь вот бонус за соседство ферм будет. Так, строитель, может, еще одного строителя? Уже и торговца можно строить. Давайте я тут, наверное, торговца построю. Здесь у нас рынок завершен. Вот здесь строителя. Здесь рынок. Значит, еще одного торговца могу. Библиотечка еще одна будет. Еще бонус к науке. 88 науки. Я со следующим ходом гляну, не больше ли всех науки у меня. вход вообще в принципе. Постоянное посольство Шотландии. Но я пока не могу посольство вроде, да, основывать для посольства требуется. или могу. Или могу. Создавать шпионов, туризм, лагеря. давайте глянем. 95 науки вход. Ну, паундмейкера 98, у этого 95. Ну, то есть, в принципе, я на уровне лидеров. Что, конечно, не может не радовать. так, рост вовсю. Отлично. Вот, серьезно, мне писали там в комментариях, что два ресурса железа, а ты их не видишь. Я бы даже сказал три ресурса железа. Я их как раз вижу, но как, как можно поставить города, чтобы этими ресурсами воспользоваться? Ну, серьезно. Да, все равно, что их как будто нету. То есть, вот это такое ощущение, этот ресурс генерирован для города, который должен вот тут находиться. Ну, так как горы таким образом поставлены, что до этого ресурса не добраться, то забудь. Так, давайте поторгуем с нашими союзниками. Есть у них что-нибудь? Оливки. А ты со мной? Вот опять же, непонятно, торгую я этими ресурсами или нет. Вот, оливки я и так получаю от Тамары. Вот почему у меня оливки все равно возможно выторговать у нее? Вот, что это за проблема полтора года исправить вот такую фигню? Неудобство интерфейса. Просто ты торгуешь с теми ресурсами, которые тебе не нужны. Тупо, тупо. Ну, цитрусовые у меня и самого есть. Ладно. А те, кто со мной плохо, плохо ко мне относятся. Ну, вот, мне алмазы. 46 золота в ход. До свидания. Артуч. О, он это нормально принимает. может у него еще золото попросить? Опа, он даже их дает. А 200? И 200 дает? И 210 даст? Вау. А золото в ход? золото в ход. хотя бы одно золото в ход. О, одно дает. А два не дает. Ну, и одно золото в ход тебе так, чисто, на чай. ну, отлично. Принимаем сделку. Я вот хотел бы, конечно, еще с шотландцем дружить, что мы как самый такой близкий сосед атаки, которого я больше всего опасаюсь. библиотека. Давайте, наверное, строитель строить. Хотя я могу его тут купить, у меня денег дофига. Так я куплю строителя и построю строителя все-таки. что надо все обрабатывать. И начинается новая эра. Я так понимаю, эпоха. Эра или эпоха, сейчас надо глянуть. Потому что надо уже запоминать эти все переводы, как оно правильно. В Шотландии еще один город ставит. Ну, обалдеть. Осудила не доставила. Ну, там у Индии с Зулусами навсегда, я так понимаю, вражда. Они слишком близко появились. И вот пока один другого не вынесет, эпоха. Новая эпоха Возрождения. Я хочу поменять на несколько ходов. Скидка на все улучшения юнитов. Так. Теперь. О, наконец-то все они в нормальную эру. А у шотландца вообще темные века начались. Отлично. Я думал, что они будут все-таки компьютер. Исторические моменты. На исторических моментах я 40 очков набил, 11 очков на озарениях и 6 очков на бонусах устремления, устроенные здания. Мне надо 73 очка, чтобы обычный век был. Отлично. Шотландец доигрался. Так. Ну что, брать? Каждый построенный специализированный район. Интересно, это только в этот момент или вообще все районы? Да не, наверное, именно в эту эпоху надо их строить. Смотрите, а тут новые появились. Каждый открытый новый континент или чудо природы. Каждый успешно проложенный торговый путь. Вот это, наверное, реформы денежного обращения возьмем. Просто районы, ну, по-моему, я сейчас не буду уже много строить. На религию вообще ничего нету. Ну и разведкой я слабо занимаюсь. Пока так возьмем. Не знаю, прав я или нет. Ну и дальше пока в Хатусу отправляем. Потому что у меня уже есть два университета и университеты будут науку тоже давать. Так, и ставлю город вот здесь. Как раз дорога проложена специально для поселенца. Так. давайте подумаем где мне что в столице сделать. Вот тут надо ферму. Я сейчас могу же строить ферму на холмах рядом с рекой или нет? Нет, все-таки это в строительной инженерии. в лугах с холмами. Ладно, тогда пока сюда пойдем. Просто рядом с салоном надо обработать клетки тут и тут. Так, куда мы отправим караванчик? Золото где по максимуму Брюссель? Наука куда Вавилон? Культура Вильнюс и Патна Производство Кянджун Ну, в Брюссель. Оказалось, что осаждают Эриду, но это только показалось. Так, надо мрамор обрабатывать. О! Ща я как полечу науки. Научная теория, канализация 580. По идее, даже канализацию должен открыть. Но вопрос, стоит ли так? лаборатория лаборатория 580 стоит. Как долго я буду лабораторий строить, если что? У меня 30 производства. 12 ходов будет это что-то очень долго. пока не идти прям уже в химию. Что у нас тут есть? Массовое производство. Давайте вот то, что мы ускорили, пооткрываем замки, запечатание, особенная тактика. Тут требуется судостроение. Хорошо, если в индустриализацию прямо ломануться вот так. Давайте, наверное, в индустриализацию. Я как раз ускорю вот эти техи, которые я не могу никаким образом другим ускорить своим ученым. 80 науки, здесь 20 это 100, 370, 330. по идее до прямых парусов я должен все открыть сейчас этим ученым. Да, видите, сейчас продолжаю прямые паруса буду открывать. Да, отлично. Отлично. И пойду в индустриализацию. вот в этом городе надо будет построить промышленный район. теперь апельсинки обработаем. Вдохновение для меркантилизма. что он требует получить великого торговца. Ну, кстати, вполне могу. Шотландец меня, правда, обгоняет. Надо несколько проектов тут провести. 20 очков. У меня больше всех очков великих людей, конечно, на науку валит. Так, надо думать, как, конечно, обрабатывать еще. Поселенец завершен. Что мы в столице будем? Так, отменяем все на производство. Что обрабатывается? Давайте так, меняем опять. Стоп, почему я не могу поменять? Я уже поменял, что ли? А, я наемников только сейчас взял. Так, надо что-то быстро открыть, чтобы строителей заменить. Два хода. нет, строителей мы тогда не будем пока строить. Давайте, давайте. Ну, инвестиции в центре коммерции. Я хочу того великого торговца получить. Это и озарение для меркантилизма, и торговец отличный, он счастье дает. Так, здесь мастерскую. на этом пятая серия завершена. Я попытался уже подлиннее сделать, побольше. Продолжение я постараюсь как можно быстрее сделать. Я тут в поте лица тружусь. Ну и, в принципе, интересная партия пока вырисовывается. Вышли мы в возрождение. У нас уже ренессанс начинается. Корея идет к мировому господу. Надеюсь, у нее это получится под моим мудрым руководством. Спасибо, что смотрите. Не забывайте поправлять меня в комментариях. Мы сейчас вместе, считайте, разбираемся с новым аддоном. Всем пока. Спасибо, что засырели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засырели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. ирешка, ирое. Все. Играйте с помощью